Многие из этих студентов решили, что расходы на высшее образование не окупаются. Они отчислились из вузов, чтобы заняться собственными проектами. Миллиардер из Кремниевой долины Питер Тиль выделяет им на это по 100 тысяч долларов. Сам он считает, что значение высшего образования в США сильно переоценивают. В нашем обществе люди до сих пор искренне верят в ценность высшего образования, как трехлетние дети в Санта-Клауса. Нет, мы не хотим пугать детей, мы просто считаем, что наша страна не может позволить себе третий финансовый пузырь. Стоимость обучения в вузах растет с небывалой скоростью. По данным Федеральной резервной системы, долги по займам на обучение в США составляют 1 триллион 300 миллиардов долларов. Такими темпами к 2018 году эта сумма превысит 2 триллиона долларов. Когда выпускники заканчивают высшее учебное заведение шестизначным долгом за плечами и при этом не могут найти высокооплачиваемую работу, они начинают сомневаться в том, что правильно вложили средства. Сейчас мой долг за обучение составляет больше 100 тысяч долларов. Больше 140 тысяч, точнее. Я рискнул и пошел в аспирантуру, потому что хотел этого. И вот что получилось. К сожалению, это не всегда себя оправдывает. Для миллионов американцев эти расходы также не оправдали себя. Сейчас на рынке труда приблизительно 17 миллионов специалистов с высшим образованием, которые выполняют неквалифицированную работу. Но должно ли высшее образование быть рискованным делом, когда так много на кону? Просто возмутительно, что молодежь так обременяют в их самые креативные годы. Годы, когда они ищут, чем им лучше всего зарабатывать на жизнь и как принести обществу пользу. Необходимость оплачивать долги за обучение значительно ограничивает выбор занятий, которыми они могли бы себя посвятить. Это просто процесс саморазрушения. Недавно президент Обама предложил сделать двухлетнее обучение в местных колледжах бесплатным. Многие приветствовали его инициативу. Выходит, правительство все-таки что-то делает по этому вопросу. В то же время критики предложения Обамы заявляют, что стоимость обучения в колледжах сейчас составляет около 3000 долларов в год. И это делает их относительно доступными для многих американцев. А вот проблема взлетевших цен на высшее образование остается нерешенной. Вузы могут использовать предложения президента для оправдания дальнейшего повышения этих цен. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok